Мэр Запорожья пригрозил руководителям городских управлений и департаментов увольнениями. Подробнее об этом и других событиях смотрите прямо сейчас. В эфире новости МТМ. Здравствуйте. Ремонты в городе идут медленно, а качество работ оставляет желать лучшего. Неутешительный итог работе коммунальных служб подвел городской голова Александр Син во время аппаратного совещания в Горсовете. По словам мэра, среди проблемных вопросов – ремонт дорог и несвоевременный покос карантинных растений. Подробнее в сюжете наших журналистов. Оценка неудовлетворительна. Такой вердикт вынес запорожский мэр, руководителем некоторых городских управлений и департаментов. По его словам, те затянули стендерами и не заключили вовремя договоры на выполнение ремонтов. Из полумиллиардного финансирования чиновники освоили лишь 55 миллионов гривен, добавил Александр Син. Как результат, многие запланированные работы сделаны не вовремя, а выполнение некоторых вообще под вопросом. Что вам мешает сегодня осваивать эти средства? В прошлые годы это был режим финансирования казначейства. В этом году я не понимаю, что, кроме собственной нераспорядительности и безответственности. Значит, я хочу всех предупредить, если до конца этого месяца не будут заключены все договора, директора соответствующих распорядителей средств могут написать заявление по собственному желанию и идти работать туда, где ваша способность развалить все будет востребована. Некачественный ремонт дорог, несвоевременный покос карантинных растений – это на сегодня одни из главных проблем городского хозяйства, отмечают в мэрии. Своё слово сказали и сами коммунальщики. На активный покос травы уже отправились порядка двухсот зеленстроевцев, шесть тракторов и пятнадцать газонокосилок. С дорожными работами, по словам заммэра Алексея Бородая, дело обстоит оптимистичнее. На текущий ремонт из городской казны уже выделили порядка 35 миллионов гривен. В ремонте нуждаются в первую очередь дороги, по которым движется общественный транспорт, узловые места на дорогах – это спуски, подъемы, транспортные развязки, перекрестки, которые вызывают опасность для водителей и пешеходов. По состоянию на первое, 06-е предприятием освоено 11 миллионов гривен и в казначейство готовы акты еще на 2,5 миллиона гривен. Выполнены работы по текущему ремонту дорог общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров. Сейчас масштабные работы сотрудники Элуада уже заканчивают в Южном микрорайоне, рассказал Алексей Бородай. На следующей неделе планируется приступить к аналогичному капремонту в Осипенковском. Также, по словам зам мэра, в зоне особого внимания остается реконструкция внутриквартальных дорог. На это из городского бюджета выделили порядка 30 миллионов гривен.